Ну что, друзья, всем привет, с вами Денис ЛМ и мы начинаем полный геймплей подробный на джигернаута. Буквально пару-пару часов назад я допилил простой и понятный гайд на этого персонажа. И сейчас уже кому более подробно хочется узнать, буду параллельно стримить, параллельно рассказывать все-все-все, что я знаю об этом герое, все фишки, механику, особенности этого пацана. Опик у нас очень здоровский, попросил ребят со стрима я попотеть, взять что-нибудь жесткое. ЦМ-ка будет, скорее всего, у меня саппорт на аллайне и мне будет с ней стоять просто идеально. Я попросил специально, чтобы взяли какой-то саппорт, ну и ЦМ-ку с любым дизейблом. Вот, отлично, есть. Отвор дестройер будет стоять против инвокера, ему будет это стоять очень легко. Энчантрас идет в леса, на сложную у нас идет кент. Ну вот это единственное, что может быть, может быть, может быть, будет проблематично. Кенту стоять в харде против такого товарища, как Рубик и ЦК. Типа, Кент, стой там аккуратно, Рубик и ЦК, так такое вот. Ну, я думаю, ты знаешь. Мне здесь будет стоять просто классно, если у меня будет Баунти Хантер, если у меня будет Нитерс Профит, мы вдвоем с ЦМ-кой этих ребят будем убивать. ЦМ-ка, если у нас там придет этот Баунти Хантер на сложную, то нам нужно будет Центри. Как у меня Бронь Кента. Все, отлично. Не-не-не, блочить на Изи Лайне не надо. Захотела ЦМ-ка. Все, выходим на Лайне, первым же вкачиваем Блэйд Фури. Надо первым Ринджа. Че? Так, Баунти Хантер, да, у нас Баунти Хантер будет. Нам Центри необходимы, братан. Прям, прям вот с первых денег можешь покупать. Он, Чантра с нам сделал ФБ, все, все просто красота. Отвлекаюсь маленько на этого бомжа, хотя сам должен заниматься фармом. То есть, я не должен терять время вот так вот с ЦМ-кой, что-то там. Ты типа не загуляй там, он тебя убьет, если че. Райт кликает крипов БХ, я спокойно стою на линии и фармлю. Что может быть лучше. Да, ничего. В принципе. Одиночный пул и мы запушим сейчас очень сильно, Кристал Мейден. Че попало делает. Мы его не убьем, у него инвиз. Ребят, очень много времени теряю с вами. Какие-то одиночные пулы. Вот у нас сейчас линия так сильно запушатся, ты даже не представляешь. Динай крипов, динай крипов, динай крипов, алло. Просто дай их мне, мне дай центы и все. Да, Кристал Мейден бомж попался. Ну что поделать. Не знаю, этот парень абсолютно своей силы. Сила своего героя. Очень запушивали мы линию. Просто дайте ему любой нюк. Вот так вот делается First Blood. О, First Blood. First Blood уже сделала Enchantress в соло. Пожалуйста, не трогай крипов, друг. Динай. Сейчас, если он подойдет, не показывай, что у нас в центре. Я делаю Мидас у меня с фармом все здорово, я здесь убиваю, то есть любому герою, у которого все хорошо с фармом в начале игры, вообще любому профит будет делать, будет профит, если сделаем, я сделаю ему Мидас. Там ЦК умирает от Кента, отлично, все идет, вроде бы, такая дота, знаете, low priority, все спокойно, можно показать. С фармом у меня идет очень плохо, но тем не менее, баунч хантера мы убили, я всего сконтролил 9 крипов на 3 минуты, но игра многообещающая, тут смотрите, на миде инвокер, наверное, ничего не имеет совсем, против дестройера. Кент на лоу хп уходит, стик у него грейженый. Кристалл Мейден, ты нужна мне на линии здесь. Этот парень не очень. Я типа дам сигнал. Более-менее все такое вот. Сейчас Максим первую, Blade Dance нам тоже нужен, тачка идет, ты залипаешь, Crystal Maiden, приходится следить еще за действиями саппорта, потому что он, видно, что неопытный, он там что-то, видите, залипает, получает сюрикен от товарища баунч хантера. Не знаю, что ему делать, смотрите, стоит и все. Такие саппорты, знаете. Что ты там встал? Встань за моей спиной. Не надо никуда тыкать его, бляс. Дай центре я в центре. Вы таки, зачем? Ну, хэр. Я не понимаю, о чем он. Кем все-таки отъехал там, на линии? Да что ты будешь делать? Дерьмовый контроль крипов от меня здесь вам на стримце, ребят. Да что ты будешь делать? Вот что значит целый день не в доту играл, а пришел вечером скатать паб прямо на стрим. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-тачка, хотя бы с контролем. Видите, я как бомж, как бы контролю крипов. Тем не менее, тем не менее. Все идет к Мидасу, и к седьмому минуте я себе должен его принести. Он сейчас подойдет, если ко мне колбу дашь ему. Ну все, Мидасик есть. Все просто волшебно. Тихо. Баннчик Хантер боится, видите, играет пассивно. Относительно пассивно. Увидел он, наверное, я увидел 100%, что у меня есть центры. СМК абсолютно бесполезная. Абсолютно. Все, то есть, ну... Вот, вот танго есть, и все, как бы так... Чувак, чувак не знает, что ему делать. Стоит, а у меня обучать тоже времени нет. Я за джаггернал-то фармлю вот такое вот. Джага-джага. Джага-джага хулиган. Че меня долбит, я не понимаю. Действительно хочет убить меня. Опа. Мидасенский. Шестой левел уже есть. На проказ только то, что плохо. Мне не хватит. То есть, и ультимейт дать, и блейд фури тоже не получится. В принципе, можно попробовать убить. Дай колбу. Прямо вот так вот, очень нагло. И поставить, главное, ее маленько попозже. То есть, не сразу там колбатает. Работает же. Типа такой. О, о, благодарю. Спокойно дальше фармим свою линию. Отвод или пушин? Что? Это сюда? Типа, не парься. Я стою, фармлю, все хорошо. Че за... Че за... Вторые тапки выпали. Запулилили меня. Саппорта очень здорово. Инвокер умирает от аутворда. У нас идет все просто шоколадно. Я фармлю. У меня есть Амидас. Пусть у меня мало крипов, но это абсолютно не важно. А с фармом просто шоколад. Смотрите, фэйзы, Мидас на девятой минуте. Это нормально. Это не то, что я там... Вау, у меня там... Видите, у меня даже 40 крипов нету на десятой минуте. По идее, это... Такое. Благодарю. Даст нам тоже вручили такое вот. Если бы он сюда сюда подойдет, просто колба. Не смерть, моментально. Что там крисло мейден делает? Я не вижу. А, ну, два стака. Хорошо. В принципе, можно было бы попробовать реализовать джигернаута с шадуублейдом. То есть... Но против нас играет баунтихантер, поэтому я сразу пойду в какие-то такие жесткие дэмэдж-айтемы. Это будет дезолятор определенно. С дезолятором я буду unstoppable. Баунтихантер ушел. У него же 100 левел есть. Ребят, он здесь. Странная тактика баунтихантера долбить меня сюрикенами. Видимо, он ждет какой-то какого-то саппорта. Сюда... Не саппорта, а какого-то соло-мид, какой-то инвокер, какой-то саундстрайк. Ну, как видите, у нас все идет просто волшебно. Шестой инвокер. Ой-ой-ой, убил какой-то. Кинута убили. Вместе с профетом прилетели. Я понял. Баунтихантер с чем-то остается у меня на линии. То есть, он здесь не фармит совсем, просто стоит, получает икспу. То есть, такое вот. Еще учтите то, что вы можете завязать любой предмет из Блэйдфюри. То есть, из Блэйдфюри можно завязать и даст, и центри поставить. То есть, вот, прямо во время Блэйдфюри я... И также ТП-шники. Просто колбу дадите. А даже колба не нужна. Даст не завязал. Вот, вот. Вспомнил, как эта штука называется. Таст. Ох, ребят, как тяжело играть в доту прямо после тяжелого рабочего дня. То есть, я прям думал, надо, надо прийти и написать гайд. Вот гайд написал, полный геймплей на Джиггернаута. Хотя, мне есть смысл сейчас делать Shadow Blade, потому что баунти-хантер очень пассивный. Ну, не то, что пассивный. Отворот Дестройл отъезжает. Это плохо. Хаос. То есть, такое, баунти-хантер как бы есть, но если я буду заходить в драку незаметно или искать кого-то в лесу, это будет очень эффективно. то есть, собрать Shadow Blade. А, может быть, БКБ, дай колбу, дай колбу! лаунти-хантер плотно фидит. Я тебе дам пластичку, иди сюда. А у тебя есть. Доминейтинг Джиггернаут на изи-лайне, то есть, у меня Мидас, у меня 4 килла, у меня все, чтобы спокойно выиграть эту игру изи-чет. 60 крипов, 12 минута, нормально. 22 за динайна. 21. 22. Извиняюсь, все, у меня просто волшебно. Вон, рубики пришли. Да, определенно, я буду делать Shadow Blade, даже несмотря на то, что противника есть. Баунти-хантер. Там вообще пофиг. Какого левела Рубик? Рубик, 6 левела. Я вас понял, товарищ Рубик. Так. В центре тыкни. Вот сюда вот. Колбу дашь, а я снова убью его. не так далеко от типа. Как он наглеть начнет. Так же, как и фейзы работают в Blade Fury. То есть, тоже обновляет меня трек зачем-то по 20 раз. Не знаю даже зачем. у меня все просто шоколад. вообще, 76 крипов за 14 минут. Нормально, потихоньку догоняю. Ваунти-хантер ушел. Давай задавим линию кристалл-мейден. Как давить линию с помощью джигера? Смотрите. Берешь, подходишь на линию пока никого нет. Ставишь варде и пушишь. То есть, вард лечит всех. Мы его убиваем здесь вдвоем. Только тавр не танкуй. Тавр не танкуй. Плюс контрольный вард также отправляется в мою копилку. Сейчас мне прилетит Shadow Blade. Я буду устраивать здесь кипиш шухер. И вообще то есть 10 левел первого левела у меня пусть даже ультимейт взять бы второго. Это чуть-чуть. Сейчас мы возьмем и пойдем убивать. А возьму я его с Мидаса как раз таки. нет типа мне мана нужна сейчас братан. Я пойду Рубика убивай сейчас. Как работает Джиггернаут с Shadow Blade внимание. Смотрите и запоминайте. Сейчас замфылю. Уйди отсюда. Уйди, уйди, уйди. Твоя помощь не нужна. О, лол. Там Destroyer. Братан. Хотя бы вот так вот. В кармане оказался. Да, все здорово. Типа наглейте братаны. И все. Сваливаем отсюда. Маны у нас вот она проблема Джиггернаута. То, что нету маны. как бы у нас есть ЦМ, у которой есть аура и все здорово. Баунти Хантер бросил игру. Все. Посмотрите, как здорово захейтить Джиггернаута. Ну, все, и вот они выходят. Что, неужели это весь гайд? Ну, в принципе, вот он Джиггернаут за Джиггернаут за 600. То есть, показал, как реализовать. Что, что собирать ему дальше? То есть, посмотрите. ЦК, Профет, Инвокер. Есть смысл собирать Аганим. У нас, что? У нас в пике есть такой офигительный братан, как Центар. То есть, с помощью его ультимейта я спокойно смогу реализовать Баттлфури также. То есть, вот следующие такие айтемы. Обычные, дефолтные айтемы на Джиггернаута на демедж. То есть, дальше можно и Дезолятор собрать. То есть, вот, как хорошо реализовать Джаггера. То есть, 17-ая минута, у меня 93 крипа Мидас, 4 кила, 3 асиста. Вот такое вот. Билд, вроде бы, тоже показал. Все очень легко и просто. Такие вот бабы с нами вот на этом стенце, ребят. это был Денису Лэм, абсолютно изи. Пацаны помогли, огромное им спасибо. Вроде бы полный гайд на Джиггернаута. Не 50 минут, а все уложилось в 17. Подписывайтесь на канал, на Twitch-канал. Всем спасибо и увидимся. Давайте. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok